Я вас приветствую на курсе React Advanced. Меня зовут Влад и я являюсь фронт-энд-разработчиком в компании Работа.UA. Это шестой урок данного видеокурса и в этом уроке мы с вами будем знакомиться с различными аспектами оптимизации и производительности React-приложений. Я напомню, что все материалы к данному видеокурсу вы можете найти в этом репозитории. Ну а мы начинаем. Вы все, наверное, знаете, что из коробки React является достаточно быстрой библиотекой за счет его имплементации виртуального дома и движения данных в одном направлении. И, скорее всего, при написании достаточно простых и мелких приложений, вроде каких-то тудушек, калькуляторов и всякого такого, вы никогда не столкнетесь с проблемой производительности. Но если вы пишете какие-то увесистые приложения с кучей бизнес-логики, то эти проблемы могут возникнуть. И не зная принципа, по которым работает React под капотом, вы можете получить медленные и неотзывчивые интерфейсы, которые, естественно, никак не будут хорошими для конечных потребителей. И сама по себе тема производительности React-приложений – это достаточно обширная тема, но мы с вами затронем самые важные и основополагающие вещи, благодаря которым вы будете понимать, как в том или ином случае можно оптимизировать ваше приложение. И для начала давайте-ка вспомним, что же такое Virtual DOM. React, вместо того, чтобы взаимодействовать с дом-деревом напрямую, работает с его легковесной копией, объектом на JavaScript. Мы производим какие-то манипуляции, эти изменения сравниваются с реальным домом, то есть диффаются, и если находятся какие-то расхождения в них, то реальный дом подвергается изменениям, то есть применяется патч. Такой подход работает значительно быстрее, так как операция с реальным домом слишком дорогостоящая для браузеров. Этот подход называется React Reconculation, или принцип согласования в React, и вы также можете услышать такое название, как React Diff Algorithm, то есть алгоритм сравнения в React. И его принцип заключается в том, что подвергая изменениям какой-то DOM-дерево, React попытается найти отличие этих двух версий и точечно совершить какие-то мутации. Ну, например, если мы меняем стиль нашего компонента, то React поменяет только стиль, используя DOM API, не затрагивая при этом разметку. Это, кстати, ответ на вопрос, почему в GSX приходится писать стили, используя объекты. То есть, если в нашем компоненте поменялся только margin, то только его React и изменит, не трогая всех остальных пропертей в стиле. Но в случае, когда мы полностью меняем DOM-узел, то React даже не попытается сравнить их и найти в них различия. То есть, грубо говоря, меняем Diff на Main, и React под капотом удалит всю ветку со всеми ее детьми, и на это место вставит новый компонент, вызов перерендер всех детей. То есть, грубо говоря, если у вас в доме были коты, а вы их поменяли на собак, то React даже не попытается отделить котят от щенков. Дело в том, что сложность такого алгоритма, сравнение разных DOM-узелов, оценивается примерно N в кубе, где N это количество элементов в дереве. И что это значит? Если мы хотим тысячу котят превратить в тысячу щенков, то это будет нам стоить порядка миллиарда операций. Это, как бы, очень много. Вместо этого, если мы используем такой вот эвристический подход и полностью делаем ререндер, то это нам встанет всего лишь в тысячу операций. Потому что сложность такого алгоритма всего лишь N в первой степени. То есть, чувствуете разницу, да? И теперь давайте посмотрим, как это работает на практике. В этом уроке я предлагаю не заморачиваться с настройкой проекта, бепаком и всем таким прочим. Заюзаем Create React App, который сделает это за нас. Это хороший инструмент, если нам нужно что-то быстренько потестить без лишнего геморроя с настройкой. Итак, переходим в папку с нашим проектом и запускаем DevServer. Так, вот у нас все запустилось. Мы видим такое приветственное сообщение. И удалим лишний boilerplate, который у нас сгенерировался. Создадим корневой компонент App. И в нашем приложении будет два списка. Один числовой, это OL. Создадим для него отдельный компонент, который будет называться Numeric List. И второй будет неупорядоченный, UL. И назовем его BulletsList. И также у нас будет отдельным компонентом сам ListItem. Так, теперь напишем разметку в App.js. У нас будет две кнопки. Первая будет переключать тип списков, а вторая добавлять новый айтем. И подготовим сразу State. У нас будет флажок для переключения типов. И массив айтемов. Пишем обработчик для добавления нового айтема. Пусть это будут какие-то юзеры. И заюзаем для генерации юзернейма наш любимый Faker.js. И добавляем новый айтем с помощью Spread оператора. Установим и импортнем Faker.js. И вешаем теперь этот обработчик на нашу кнопку. Обязательно не забываем забандить его, чтобы в теле метода был доступ к this и методу setState соответственно. Так, теперь импортнем ранее созданные списочки. И в зависимости от значения ShowFormat выводим тот или иной список. Теперь напишем обработчик для изменения этого самого ShowFormat. Просто инвертируем значения. И тоже повесим его на кнопку. И обязательно не забываем забандить. Так, теперь передаем через пропсы наш массив с юзернеймами. Делаем это для обоих листов. Тут импортируем лист айтем. И выводим все наши айтемы. И проделываем тоже самое для второго списка. Проверяем. Так, тут у нас ошибка. Мы с вами забыли добавить this state. Поправим. Проверяем. Так, теперь у нас еще одна ошибка. Мы удалили index.css и забыли удалить его из entry point. Так, для того, чтобы webpack зарезолвил наши компоненты, нам нужно указать относительный путь. Иначе он будет их искать в папке node-modules. Пробуем добавить новых юзеров. И у нас тут гендерится пустота. Потому что мы забыли вывести юзеров в самом лист айтеме. Так, теперь все окей. Юзеры добавляются. Единственное, консоль нам говорит, что мы не указали ключи. До ключей мы еще дойдем. И пока что укажем само значение в качестве ключа. Вроде как одинаковых значений Faker нам не генерит. И вспоминаем, для чего мы все это затеяли. Проверяем, что у нас происходит с домом. Мы добавляем айтем. И браузер хайлайтит нам только конкретный айтем. То есть рендер происходит точечно, не меняя все дерево. Если мы изменяем список, то у нас уже подсвечивается div react-root. Это означает, что дерево перерендерилось полностью. И давайте добавим больше информативности, используя React lifecycle. Выведем в консоль информацию о том, когда наш список смаунтился. И наоборот, когда он произвел unmount. И то же самое добавим в наморик лист. И смотрим в консоль. Вот у нас изначально смаунтился наморик лист. Добавляем новые компоненты. Ничего не происходит. Но как только мы меняем тип листа, наморик лист unmountится. И на его место маунтится неупорядоченный список bullets лист. И что происходит в этот момент со всеми айтемами. Давайте тоже добавим в компонент вывод console.log. И посмотрим, что будет происходить. Вот мы добавляем новые айтемы. И у каждого срабатывает компонент will mount. Теперь меняем список и видим, что сначала unmountится сам контейнер. Ну а полный видеокурс вы можете посмотреть на канале ITVDN. Для этого вам просто нужно перейти по этой ссылке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за последними новостями.